10 самых крутых находок. Наверное, каждый из вас когда-нибудь мечтает найти дорогую находку или клад. И тут же разбогатеть. Сегодня я вам расскажу о самых крутых находках прошлого сезона. Всем привет! С вами Седой Копатель. Попалась первая золотинка у старой мельницы. Копаю три года. Первая золотинка. Вот как он красиво сказал, да? Золотинка. Смотрите, какая красава. 1595 год. Ребята, это 16 век. Ай-яй-яй. Золотинка. Как красиво звучит. Золотинка. Нурис, Вендалис, огромное тебе спасибо за такую золотинку. Люба дорого взглянуть. Зачет. Мои поздравления с золотинкой. Это один дукат. Золотой дукат. Вы спросите, почему же десятый? Давайте все по порядку. Нидерландский золотой дукат. Отчеканен на монетном дворе в Фресландии. Вес монеты 3,49 грамм. В диаметре 22 миллиметра. Исторический факт. Благодаря международному признанию, золотые дукаты неустанно подделывались на монетных дворах Санкт-Петербурга в течение 133 лет. Нынешняя стоимость такой монеты на аукционах достигает от 160 до 200 евро. Ну-ка давай, Сереж. ДУБЛИНСКИЙ! СМОТРИТЕ! Вот эта монета была у него недавно. Я смотрел. 5 рублей. Смотрел и пускал слюни. Смотрите, у него еще одна золотая монета. Ох, Сергей, Сергей. Какой ты счастливчик. Это бомба, ребята. 5 рублей. 1898 год. Находка просто бомба. 5 рублей. 1898 года. Четвертый год правления последнего императора России. Царя, который поднял экономику. Николай II очень любил свое государство и всячески старался действовать в интересах народа. Вес монеты 4,30 грамм. Диаметр 18,5 миллиметров. Тираж более 52 миллионов штук. Цена такой монеты в среднем на аукционах около 17 тысяч рублей. Вчера Камраду фортануло с золотом, а у меня дырка от пятака. А вот они, красавцы. Я, ребята, до сих пор мечтаю найти вот такое золотишко. Но, к сожалению, как-то оно не идет к нам в руки. Это 7 рублей 50 копеек. Вообще огонь. Я из любопытства хочу посмотреть и оценить, а сколько такая монетка стоит. Сейчас, ребята, секунду-секунду. Хочу оценить стоимость данной монеты. 1897 года. Стоимость данной монеты. Стартовая цена 27 тысяч. И максимальная цена 35 тысяч. В общем, хорошая цена. То есть монету смело можно продавать за 30 тысяч. Но все равно что-то маловато, если честно. Если что, маловато. А у самого Влада действительно пятак с дыркой. Прикольно, прикольно. Видно, это была заготовка под что-то. Ну, края не развальцованы, я так понимаю, да? Да, края монеты не развальцованы. Это значит, не под заготовка, не под кольцо. А, возможно, под тесторез. Возможно. Возможно, под шпору. Ну, вариантов множество. Так что, Влад, спасибо тебе огромное за такой вот классный сюжетик. 7 рублей 50 копеек. 1897 года. На первый взгляд, достаточно странный, дробный номинал. Эта монета чеканилась только в этом году. И последующие годы не выпускался. Зачем же нужна была эта монета? Только из-за реформы. Начиная с 1895 года, были разрешены золотые монеты. По курсу 7 рублей 50 копеек бумажными деньгами за золотой полуимпериал. Достоинством в 5 рублей. За год от чеканина было 16 миллионов монет. 900 и пробы. Вес монеты 6,45 грамм. Диаметр 21,3 миллиметра. И средняя цена на аукционах составляет 43 тысячи рублей. А Дмитрий также нам прислал. 10 рублей 1900 год. Че, серьезно что ли, Дим нашел такую монету? Ты врешь? Ты врешь, крот? Неужели нашел на самом деле? Красавчик, красавчик, Дим. Красавчик, вот это находка. Это, наверное, находку сегодня на стриме никто не переплюнет. Никто не переплюнет. 5 рублей Николая, 1900 год. 10 рублей 1900 года. Тираж составляет 6 миллионов. Вес монеты 8,60 грамм. Диаметр 22,5 миллиметра. Средняя цена на аукционах 37 тысяч рублей. Та-дам! Ребята, на тарелочке 3 лимончика. Раз лимончик, два лимончик. И вот такой вот кругленький. Почему лимончик я его называю? Потому что эта монета стоит в среднем миллион рублей. Это 5 рублей 1799 год. Ну, в среднем, ребят. Ну, сохранчик, конечно, немножко подкачал. Ну, 700-800 тысяч он стоит. Вот, поближе вам. Вот здесь, конечно, полоса неприятная. Раз полоса, два полоса. Эта монета была найдена 31 мая. Это монета Павла Первого. Как вам 3 лимончика, ребята? Пишем в чате. Как вам? Я просто... Я в восторге от этой. Это пока самое лучшее, что я сегодня, ребята, видел. Это просто шедевры. Ну, да, немножко есть. Здесь вот затерто. Монета не чищена. Ну, и здесь тоже. Но все равно, ребята, это... 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 Гурт. А вот такой шнур. А вот такая вот пока сенсация сегодня, ребята. Это реально сенсация. 5 рублей 1799 года. Монета Павла Первого. Император – один из самых противоречивых фигур российской истории. Отметить из хорошего его управления ничего не смогу. Так как это просто нет. А плохого предостаточно. Внутренняя и внешняя политика просто не складывалась. Вступал в невыгодные для экономики конфликты, которые не приносили выгоды для России. В итоге был убит. Отчеканено всего 107 тысяч монет высокой пробы. Золото 986 пробы. Вес монеты 6,08 грамм. Диаметр 23 миллиметра. В среднем стоимость на аукционах составляет 1 миллион 700 тысяч рублей. Вот вам и лимончик. Вот, вот, ребята, что я вам хочу показать. И вот такая вот кладуха. Всем такую кладуху. Ребята, вот все, ребята, проставьте пальчик кверху под стримом, и, возможно, вам улыбнется судьба субинушкой, и вы найдете вот наподобие такого клада. Я вижу 4 золотых монеты Николая. Потом четвертоки, полтинники Николая, Александровский даже рубль затесался, рублики и мелочи. Это Николаевский клад из серебряных и золотых монет. И это все, что я могу сказать. Оценить клад не могу из-за отсутствия информации о монетах. Но средняя цена клада достигает 200 тысяч рублей. С 19-го года распахано поле. Жестяная банка. Ну, дальше интрига. Желтые монеты. Ну, желтые монеты. Дальше. Ну, дальше ничего не видно. Желтые монеты. Это, ребята, 5-10 рублевые монеты. Золото. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот это да. Клад золотых монет. 17 штук 5-рублевых. И одна 10-рублевая монета. Оценить стоимость клада всегда трудно, так как нужно подходить индивидуально к каждой монете. Стоимость клада зависит от сохрана, тиража и номинала монеты. Я только предполагаю стоимость. Стоимость данного клада достигает 500 тысяч рублей. Опа-на. Вот это да. Вот это красота. Это нам прислал Иван Саратовский. Очень хорошо сохранилось. Так, ну, можно тут посмотреть. Золото. Блин, походу золото. И эта брошечка не плохих денег стоит, если это золото. Ее обязательно нужно снести ювелиром. И третье место открывает антиковарная вещь. Золотая брошь 56-й пробы. С огромным рубином посередине. По краям 15 более мелких камней. Проба говорит сама за себя. Золото царского времени. Я не ювелир. Я отправляюсь на сайт антиковарных вещей. И мы находим подобные вещи. Стоимость, как вы видите, колоссальная. Но продать такое очень сложно. Из-за малого спроса. Ух ты, ну ты, фу ты, гнутый. Так, до этого... Так, эти мы смотрели. Блин, смотрите, какая вещь. Здесь даже, ну, киска, смотрите, ужаснулась. Я сам... Вот я сейчас с таким внешним видом, как и вот эта вот справа на картинке киска. Я тоже рот открыл и глаза на пополтиннику. Офигеть. Вот это находка, блин. Второе место занимает античная золотая монета Византийской империи. Гиперперон, Константинополь и Иоанн II, датируемый 1118-1143 годом. Вес этой монеты составляет 4,41 грамм. Среди нумизматов ее прозвали тарелочкой. Из-за ее вдавленного вида. И цена на аукционах начинается от 30 тысяч. И по окончании торгов может достигать сотни тысяч рублей. Я подобно не нашел. Так как такие вещи не выставляют на продажу в открытом доступе. Такое покупают за миллионы. Пожалуй, на этом и все. Надеюсь, вам понравился обзор находок, найденный нашими комрадами. Удачных всем поисков. И не нарушайте закон. Всем пока. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok